МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА К нам приехали, во-первых, издалека достаточно, а во-вторых, практически в праздник, в день семьи. Он был буквально накануне. И речь сегодня наша, конечно, пойдет о семье, о детях наших, куда же без них в семье, и о солнечных детках. Татьяна, первый вопрос. Мы, когда с вами познакомились, вы мне обозначили, что солнечные дети, дети с синдромом Дауна – это не болезнь, это синдром. Почему так? Действительно, это не болезнь, потому что солнечные дети – это не больные дети. А синдром переводится с латыни как наличие определенных признаков. То есть это дети, которые отличаются от нас фенотипом и наличием лишней хромосомы, как называют ее. У нас с вами 46 хромосом, а у солнечных детей 47 хромосом. И эта хромосома добавляет нашим детям такого солнечного настроения, в котором они постоянно пребывают. И поэтому наши дети не больные. Наши дети просто солнышки. Мы издаваем их солнышками. И их не вылечить никак, никаким способом. Не существует никаких лекарств, чтобы убрать эту лишнюю хромосому. Они просто другие люди. Вот и все. А почему именно солнечные? Это с особенностями характера связано с чем? Если сравнивать солнечных детей с нормотипичными детьми, наши дети солнечные, они постоянно пребывают в хорошем настроении. Они обнимашки, они ласкашки, они улыбашки. Они очень любят посидеть на руках у родителей, у гостей, у кого угодно, пообниматься, поцеловаться. И у нашей Светы постоянно хорошее настроение. Она никогда не скандалит, она никогда не плачет. И с ней легко договориться в любых бытовых вещах. И ее очень любят дети в детском саду. И один раз даже ко мне подошли дети и спросили, а это вы научили так Свету обниматься и так целоваться? Я говорю, да это она нас научила больше обниматься и целоваться, и любить друг друга. Вот любовь из нее, прям идет эта любовь, которая в нормотипичных детях не так часто встречается, потому что нормотипичные дети как-то больше заняты игрой, как-то больше заняты своими делами. Света постоянно на руках, постоянно обнимается, целуется со мной, говорит, какая я хорошая, какая я красивая, какая я добрая, какая я замечательная. И частенько прям даже слезы на глазах от тех слов, которые она говорит нам, всем родственникам. Ну расскажите, что она вам вчера сказала. Да, она вчера была в гостях у бабушки, я была на работе, и бабушка говорит, она взяла цветы, которые когда-то приготовила на творческих занятиях в детском саду, говорит, бабушка, можно я маме подарю? Она моя жизнь. Бабушка сидела, плакала от таких слов, потом мне пришли, рассказали, я тоже прослезилась. И просто удивляешься, откуда она берет эти слова. Кто ей говорит это? Это никто ей не говорит. Это у нее идет прям из души, из самого сердца вот такие слова. Мама, ты самая красивая, ты самая замечательная, ты добрая, умная. Я когда вырасту, я хочу стать мамой. И вот таких моментов очень много. Каждый день она что-то такое говорит, что просто заставляет задуматься о том, что мы друг другу не говорим таких слов. Мы часто бываем злые, мы часто бываем какие-то занятые, мы не замечаем друг друга. А когда появился такой ребенок, жизнь, она перевернулась вот с ног на голову, и мы как-то стали действительно в семье более сплоченнее, что ли. Мы стали заботиться друг о друге сильнее, и мы стали проявлять внимание и любовь к другу другу. Вот такие это дети солнечные. Смотрите, какая у нее правильная позиция. Да, я хочу быть мамой. Такая женская настоящая позиция. Это ведь не каждому взрослому даже, наверное, в голову придет. То есть я не хочу быть там врачом, не знаю, парикмахером. Я хочу быть мамой. Это удивительно. Она никогда не говорила о том, что она хочет стать с кем-то по профессии. И каждый раз, когда ее спрашиваешь, с кем ты хочешь стать, она говорит, я хочу стать мамой. И девочки знакомые мне уже говорят, вот смотри, это значит, ты для нее такой образец, что она хочет стать только мамой. Ведь это очень важно для девочки, чтобы мама для ребенка стала образцом для подражания. Ну, мне, конечно, очень радостно за это. Свет, расскажи, чем ты любишь заниматься? Расскажи о себе. Собакой всякие снюсы. Они гуляют на дворе и убегают. В лесу мама дает одни собака. Подожди. Собакой она любит заниматься, да? Да, я поняла. Ты любишь заниматься собакой. Да. И гуляешь с ними во дворе. Да. А еще ты... Они убегают, они... Ну, то, что они убегают, это понятно, ты бегаешь догонять. А еще что ты любишь делать, расскажи? Что ты сейчас делаешь? Играть собакой, рисовать. А и? Акил, нюхи. Нет, и рисовать. Рисовать? Рисовать. И играть с братом? С братом Анжеликой. И с сестрой Анжеликой. А еще мама вам купила вчера что? Аппарат. Нет, аппарат. Ролики. Ролики. Света? Искреты. 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 Света в первый же день встала на ролики, и у нее, на удивление, получилось кататься на роликах. Да. Научилась держать равновесие, и мы сейчас тренируемся кататься на роликах вместе с младшими детьми. И падать. Сын у нас занимается хоккеем, там без проблем ролики получились, встал, поехал. Светочка тренируется сейчас заниматься на роликах. То есть у нее такие же детские интересы, как у всех остальных детей. Она также любит книги, также любит мультики. Также любит спортивные игры. В детском саду она во всех мероприятиях участвует, и нет никаких мероприятий, где бы она не участвовала, наравне с остальными детками. И дома она у нас большая помощница. Она любит маме помогать. Что делать? Мыть посуду, да, Света? Да. Пылесосить. Да. Вещи вешать на бельевую веревку, постиранные вещи. Очень любит помогать вешать. Подметать, скажи, любит. Да. В огороде помогать любит. Ах, классно. Помощница. Она такая помощница, да. Что я когда вырастет, это будет моя первая помощница. Да. Давайте вернемся в начало. Когда вы узнали, что ребенок будет особенным? Вот долгая, конечно, тяжелая история, но прошло уже столько лет, и во время беременности ничего не предвещало беды, на самом деле. Ну, сейчас это и трудно назвать бедой. Но ничего не говорило о том, что ребенок может родиться не такой, как все. Во время родов, уже буквально с первых минут ее появления, врач мне сказала, ой, вы к генетику не обращались. И тут я поняла, что что-то пошло не так, и ребенка вынесли из родовой палаты. Я осталась одна отдыхать после наркоза, и буквально через несколько часов я уже смогла подойти к врачу и выяснить, что произошло. И только тогда мне сказали, что мы подозреваем у вашего ребенка синдром Дауна. Несмотря на то, что я здоровая женщина, я не злоупотребляю никакими спиртными напитками, я не курю и занималась все время спортом, веду активный образ жизни, занимаюсь своим здоровьем. Ну, к сожалению, природа так вот предусмотрела, что генетические нарушения не могут возникнуть у любой здоровой женщины. Несмотря на социальное положение, несмотря на расу и так далее. Это происходит все во время зачатия, женщина об этом, как правило, не знает. И даже на УЗИ и скрининги не всегда показывают о том, что с ребенком что-то пошло не так. На самом деле я очень рада, что я ничего не знала, потому что этот ребенок – это просто настоящее счастье. И да, мы первый месяц немножко подстрастовали, поплакала я, конечно, но потом взяла в себя руки и сказала, что толку горевать. Нужно работать над ребенком, нужно заниматься с ребенком, и слезами делу не поможешь. И кинулась в бой заниматься с ребенком с самого рождения, приучать ее к занятиям, к тому, что она должна со мной сидеть заниматься, то есть не вставать, убегать. Для нее сейчас норма жизни, то есть позови ее в любой секунду, свет, пойдем заниматься. Она придет, сядет, и мы будем с ней целый час заниматься. Для нее это норма. Ну вот сейчас мы уже подготовились к школе, и скоро отправимся в первый класс. Как все детки? Да, как все детки. И всего лишь с опозданием на год, да, получается, с 5-8? Да, с опозданием на год. Ну, по закону об образовании особые дети имеют право до 8 лет посещать детский сад, и мы воспользовались этим случаем для того, чтобы подольше позаниматься речью. То есть идет задержка речи, мы занимались речью из 6 лет до 8, вот налаживали речь, для того, чтобы она уже пошла в школу с более-менее хорошей речью. Потому что это очень важно в школе все-таки уметь говорить, и, соответственно, начинать писать, читать и изучать другие школьные материалы. Вот сегодня абсолютно обычный ребенок, разве что веселый, наверное, более, чем другие дети. То есть она сидит, играет, себе занимается, она абсолютно не испытывает никакого стресса от того, что она пришла на телевидение. Хотя, да, ну для ребенка это все-таки, наверное, мне кажется, здесь было бы два варианта. Либо бы боялся, либо бы на ушах стоял, а она абсолютно занимается спокойно всеми своими делами. И это ведь еще и ваша заслуга, наверное, что вы ее так воспитываете, вы ей занимались. Каким образом происходило воспитание, и что вы делали, чтобы развивался особенный ребенок? Для солнечных детей очень важно для начала физическое развитие. То есть наши дети, они отстают в развитии физическом изначально. Все из-за того, что у детей слабый мышечный тонус. Для этого нам, как родителям таких деток, нужно с самого рождения приложить много усилий, для того, чтобы ребенок пошел вовремя. Если ребенок идет вовремя, то здесь и меньше задерживается интеллектуальное развитие. То есть я занималась лечебно-физической культурой. То есть меня инструктор по ЛФК обучил гимнастике специально для детей. Я занималась дома каждый день по два часа практически. Потом я занималась лечебной физкультурой в бассейне, где укрепляли тоже мышцы и учили ребенка плавать. Я занималась развивающими занятиями шести месяцев. Когда только можно было ребенка уже присаживать, уже все, сразу мы сели с ней заниматься. Собирали пирамидку, кубики, все по возрасту. Потом мы вырабатывали указательный жест. Это очень важно для маленьких детей, чтобы указательный жест появился. Потом мы посещали врача-стеопата, мы посещали массаж. И все это каждый месяц, столько занятий, что практически отдыха-то и не было. И на самом деле Света такая благодарна в этом плане оказалась. Все, что я в нее вложила, оно все вернулось с торицей, что называется. И она сама очень упертая в своих занятиях. То есть если она училась переворачиваться, пока она не добьется с сорокового раза, она перевернется. И сейчас в любых своих начинаниях и занятиях она точно так же. То есть она пока не добьется своей цели, она не покинет эту мысль, что ей надо добиться. Вот такая. Как сегодня ее день строится? Сегодня Света у нас посещает детский сад. Мы последние месяцы ходим в детский сад, потому что с 1 сентября мы уже идем в школу, в общий класс, в общеобразовательную школу в Большом Камне. У нее очень четкий режим. Она ложится в 10 часов вечера, в 22 часа, и встает сама без будильника в 7 часов утра, всех нас подымает. Ну, солнышко, оно и есть, солнышко в 7 часов утра встало и говорит, мама, папа, вставайте, я кушать хочу. И на выходных тоже самое. С удовольствием ходит в детский сад, с удовольствием ездит на занятия к логопеду заниматься. Она с удовольствием посещает занятия Монте-Сори, очень любит занятия, развивающие по системе Монте-Сори. И у нее очень хорошо получается, потому что там материалы, которые заставляют детей думать, мыслить, развиваться. Она с удовольствием играет с младшими братом и сестрой. И я купила очень много всяких развивающих и спортивных игр, они дружно играют. Она занимается своей любимой собакой, то есть гуляет с ней, кормит ее, выгуливает ее. Ну, в принципе, вот такой вот у нее день. Я бы сказала, что очень насыщенный. Ну, и плюс на выходных уезжают бабушки в деревню, там еще гуляют. Расскажите немножко о своей семье, потому что там есть позитивный пример. И отчим Светы, да, и брат и сестра Светы. Расскажите о других детях, о вашем муже. Как все сложилось в вашей жизни? Да, Светочка, он у меня первый ребенок. Когда она родилась, конечно, мне было мысли, что, возможно, появятся на свет дети еще или не появятся, потому что нам нужно было вкладывать в нее все свои силы, чтобы она хорошо развивалась, чтобы у нее жизнь удачно складывалась. Ну, так получилось, что с отцом Света мы расстались, и практически сразу я встретила Владимира, моего мужа. И его не смутило то, что у ребенка такой диагноз. И они полюбили друг друга буквально вот с первого раза, с первого взгляда. Света его очень любит. И даже такие фразы ему говорят. Папа, ты сильный, умный, красивый, ты гений, папа. Вот тоже, да, откуда у нее в голове такие мысли? Ну, папа тает от таких слов. Ну, Свету также и воспитывает и родной отец. Ну, так как проживает с отчимом, она очень любит с ним играть. И муж научил ее кататься на коньках, потому что он был хоккеистом в юношестве, и детей наших ставят на коньки, и Свету в том числе. Сейчас учимся кататься на роликах, на скейте, на двухколесном. Ну, самокате перешли с трехколесным на двухколесный. Ну, да. Папу любишь? Ну, да. Папу Вову любишь? Да. Папа хороший? Ну, да. Мы на дружеске, мы катались, мы поспали собаку, а потом мы катались. Светуль, мама дальше расскажет. Ну, с папой они очень дружны. И папа горой за нее стоит, и в садике, если где-то кто-то ее видит, он обязательно постоит за нее. Если я занята на работе, папа с ней сходит в поликлинику, сдаст все анализы, посетит педиатр, возьмет справку для садика. Вообще без проблем. И наш папа своими силами, своими руками построил для детей дом, для того, чтобы Света в первую очередь была на свежем воздухе, и дети гуляли на свежем воздухе. И все, что он делает, он делает ради детей, конечно же. И так как Света у него первая, это его первый опыт вообще общения с детьми. Он сам не ожидал, что будет, конечно, опыт именно с таким ребенком. Ну и потом у нас появились через почти что три года брат у Светы появился, Константин, ему сейчас пять лет. И через два года после рождения Кости появилась дочка младшая Анжелика. Сейчас ей три года. И вот у них сейчас такая разница, восемь лет, пять лет и три года. У них такая мини-банда, которая шкодит все время, что-то делает, что-то придумывает. Света никогда не стоит в стороне, брат заводила, девчонки за мной, побежали строить штаб, побежали в песочницу, побежали прыгать на батуте. Им весело действительно. У них такой мини-детский сад, и мы в настоящий момент вводим троих детей в детский сад, в один детский сад. Мы многодетная семья. И вот ведем за ручку всех троих, каждое утро забираем обратно. Ну вот Светочка скоро пойдет в школу, буду уже возить ее в школу. Но с братьями и сестрами я понимаю, что она очень хорошо контактирует. Очень хорошо. Мало того, что брат и сестра не понимают, что с ними растет не такая девочка, как они. Для них она обычный ребенок. Она играет точно в такие же игры, но при этом она даже обучает своего брата, если я с ними проживаю какие-то развивающие занятия, что, Костя, ты неправильно сказал, надо вот так сказать. Или ты неправильно в эту игру играешь, надо вот так играть. Вот она, как старшая, она чувствует ответственность. Она очень долго нянчилась с маленькой Анжеликой. Ну, сейчас ей три года, она уже, конечно, не позволяет с ней нянчиться. Ну, где-то лет до двух она носила на руках, кормила, подавала попить, покушать, гуляла с ней в коляске. Вот такая нянька она у нас. Молодец. Я напоминаю, это программа «Время говорить». В студии у нас мама и дочь Татьяна и Светлана. Вернемся после небольшой рекламы. В эфире программа «Время говорить». В студии работает Юлия Ракотская. И сегодня мы говорим о семьях, где воспитываются солнечные дети. Татьяна, Света, мы уже проговорили, да, о том, как все сложилось в вашей семье. И слава богу, что сложилось все наилучшим, по-моему, образом. Давайте еще о Свете поговорим, о самой. Какие у нее успехи сегодня есть? Может быть, она участвует в кружках, может быть, она участвует в каких-то конкурсах. Ну, то есть в садик, да, есть. Может быть, какие-то творческие занятия. Света, безусловно, участвует в садике во всех занятиях и мероприятиях, и спортивных, и неспортивных. И посещает бассейн, в садике есть бассейн, учится плавать. Но в всех утренниках Света участвует. И эти утренники настолько трогательны, что я сижу, обливаюсь слезами от счастья, что у моей дочки получается танцевать так же, как у других детей. Все праздники детские и все мероприятия, которые проходят в детском саду, она в первых рядах, все наши детские дни рождения, у нас трое детей, и практически каждый месяц зимой у нас там выпадают дни рождения, приглашаем аниматора, Света в первых рядах, скачет, поет, танцует вместе с остальными детками. Я не могу сказать, что у нее что-то не получается. У нее все получается. Она может все, что требуется от нее в детском саду. Она усваивает эту программу для дошкольников, и скоро пойдет в школу, и мы уже подготовились к тому, что учимся писать, читать, правильно говорить, считать до 10, до 20 научились. Я не скажу, что есть в ней какие-то проблемы по развитию. Нет, просто нужно немножко больше времени потратить для того, чтобы с ней позаниматься. Ну вот она уже меня нарисовала. Свет, ты меня уже нарисовала? Ну да. А оператора нашего нарисуешь? Дядя, нарисуй. Я не умею. Ну попробуй. Попробуй, да. Я люблю взять папу любимую. Нарисуй папу, хорошо. Собака, папа, Акиюша, они гуляли. Нарисуй сама папу. Нет. Ну хорошо, сиди, занимайся. Кстати, вот история с собакой, да? А вы его Акиюша называете, потому что Акитаину. Да. Да. Это всё Света придумала. Да. Я слышала об этом, читала. Собаку вам подарил губернатор. Как-то уж так вышло. Сами вы написали, или он вам подарил. Но Акитаину появился в вашей семье. Расскажите, как он появился и как он на свет у Павлия? Я сама не ожидала, что в нашей семье появится собака именно такой породы. Муж по образованию кинолог, опытный уже довольно кинолог. И мы, конечно, поднимали вопрос с ним о том, чтобы завести в доме собаку. Мы только-только переехали в свой дом и думали, какую же породу собаку завести. И чисто случайно в сети Инстаграм я увидела, что Олег Николаевич будет раздавать щенков, порода Акитаину. Хотя я даже не была подписана нашего губернатора. Просто заинтересовала видео, где он с щенками на руках. Я посмотрела и решила откликнуться. Как раз у нас многодетная семья. Он сказал, что щеночков будет отдавать в семье, где есть дети, и где частный дом. И как раз мы переехали в дом. Я написала, что мы такая-то семья из большого камня. У нас трое детей, один ребенок с особенностями развития. Муж кинолог. Хотим завести щенка. И если вы подарите нам щенка, мы будем очень благодарны вам и рады принять свою семью. И муж говорит, да ну. Ну, вряд ли. Вряд ли. Да, вряд ли. Не верил в это. А я где-то в глубине души все-таки поверила. И как раз в день рождения нашего сына, ему было 5 лет, позвонила помощница Олега Николаевича и сказала, что на следующий день нас приглашают на вручение щенка. Я, честно говоря, подумала, что просто мы приедем, заберем щеночка, и все. Не будет никакого официоза. И долго не могла вообще поверить в свое счастье. Муж зашел с улицы, я ему сказала, что мы завтра едем за щенком. Он так сильно удивился, говорит, да я не верю. Я говорю, ну, вот ты не верила, мы едем. Поехали за щенком, и казалось, что сам лично губернатор вручал этих щенков в семьям, которые он сам выбрал, сам лично выбрал. И когда мы забрали щенка, привезли его детям, столько счастья мы еще никогда не видели. Да. Он был такой милый, маленький, пушистый, лопоухий. Дети его окружили. Мы его любили. Да вы его любите, конечно. Ну, и мы начали его воспитывать, муж начал его воспитывать, команды все. И Света подключилась к этому. Фу, нельзя, ко мне, рядом, место. Все эти команды, которые должна знать каждая собака. Муж начал прорабатывать, и дети это все подхватили. Когда появился щенок, у Светы произошел скачок именно в развитии речи. Это связано с тем, что до этого момента у нас не было собаки, и мы не говорили о собаке. А когда появилась собака, мы начали говорить о собачьих делах. То есть собачья миска, собачья еда, где ошейник, где поводок. Я купила собачий корм. Она мне все время спрашивала, а ты купила собачий корм? А где собачий корм? А можно я покормлю собаку? А можно я погуляю с Акио? То есть она прям предложениями, да? Да, да, да. А можно я погуляю с собакой? Да. И Света именно придумала, что Акио – это Акиюша. И вот с тех пор к нам, ко всем это привязалось, и мы его зовем только Акиюша, Акиюша. Все, а на самом деле его зовут Акио, в переводе с японского означает «красавчик». Ну, он действительно очень красивый парень у нас. Да, такой. Прямо красавчик. Ну, а теперь у нас Акиюша. Да. Ласковым, да? С посолнечного назвали. Теперь у вас две собаки, да? Или две. Две собаки. Еще к нам присоединился пинчер, который мы забрали от дедушки. Две собачки у нас в доме живут. Маленькая и большая. Нюся. Нюся. Вторую зовут Нюся, да, вечера. А какие-то фонды помогают? Может быть, там, не знаю, люди какие-то отдельные или организации? Про фонды – это отдельная тема, потому что нам, особым родителям, очень тяжело жить с детками. И часто очень требуется и материальная помощь, и психологическая помощь. Разная помощь требуется. Во Владивостоке есть фонд «Владмама», который помогает многим особенным детям, но конкретно детям с синдромом Дауна. В том числе у них есть программа для детей с синдромом Дауна. Фонд выиграл президентский грант на развитие наших детей. И наши Оли, как мы их называем, руководители этого фонда, они просто дуршиничают в наших детях. И любая просьба, любое обращение к ним никогда не остается незамеченными. Они вплоть до того, что решают личные проблемы наших родителей, организуют для нас праздники, организуют для нас встречи с врачами, с лучшими врачами, которые нам нужны. Потому что нашим деткам часто требуется обследование у докторов, и нужны лучшие доктора. И все благодаря этому фонду мы бесплатно посещаем докторов, мы бесплатно посещаем различные мероприятия, утренники на каждые детские праздники. Все бесплатно проводит для нас фонд. Очень-очень много всего они для нас делают, и мы им безмерно благодарны за то, что они уделяют столько внимания и столько вкладываются в наших детей. А сами вы в каких-то фондах состоите, кому-то помогаете, может быть? Я в фондах, конечно же, еще не успела нигде поучаствовать, но мы родителями объединились в WhatsApp в группу и общаемся. Около 100 человек, наверное, наших солнечных родителей. Все мы дружим, общаемся, и сплотила нас, опять же, Владмама. Благодаря этим женщинам мы теперь дружны, мы теперь одна большая солнечная семья, мы помогаем друг другу, мы делимся советами, как развивать детей, мы делимся контактами лучших специалистов, мы поддерживаем друг друга. Очень часто молодые мамочки задают вопросы, у которых только появился ребенок, девочки, а как развивать, а к каким врачам сходить. Отвечаем с удовольствием на вопросы. И у нас, понимаете, у нас есть мы, мы солнечная семья, и никто не остается без внимания, если кому-то плохо, если кому-то хочется поговорить, пожалуйста, они обращаются, мы поддерживаем всегда, и так становится легче на самом деле, потому что детки бывают и тяжелые, к сожалению, и мамочкам тяжело заниматься с этими детками. И вся информация, которую можно получить о солнечных детях, это, конечно, в первую очередь от опытных родителей, потому что даже ни один психолог, который не общался с таким ребенком, он не может толком поддержать эту мать. Нужно, вот своим примером мы показываем молодым родителям, что нечего бояться, нечего опасаться. Вот посмотрите на мою дочь, вот какая она. Им от этого становится легче, что перспектива-то на самом деле существует, что нет ничего в этом страшного, что ребенок, как ребенок, у него такие же потребности, как у обычных детей, у нормотипичных детей. После появления Светы я родила еще двоих детей, и многие мамы тоже этим заинтересовались, и родили тоже деток, ну, обычных нормотипичных детей, родили после того, как у них первенец появился с синдромом Дауна. И на самом деле это счастливые семьи. Мы никто, мы не страдаем, мы не унываем, мы не находимся в депрессии. Мы счастливые женщины и матери. Дайте совет таким родителям. Ну вот если случилось в семье, случился солнечный ребенок в семье. Да, когда-то и у меня случился такой солнечный ребенок, и я была в шоке. Хочу сказать, что, ребят, на самом деле нужно взять себя в руки, не плакать, не расстраиваться. У вас родился человек, это человек, маленький человечек, который будет любить вас больше, чем кто-либо. Ах, у меня ж мурашки. Да, на самом деле это так. Света меня любит, вот на самом деле на свете, из всех моих родственников и друзей, вот она самая любящая. Будет вас любить больше, чем кто-либо. Столько ласки, внимания и любви вам больше никто не даст. Если вы протянете руку этому человеку, маленькому, дадите ему шанс жить в семье, развиваться, вы, наверное, станете самым счастливым на свете. Татьяна, спасибо за то, что приехали к нам на программу, особенно издалека, из Большого Камня. Ну и, конечно, спасибо за то, какая вы мама. Да, пожалуйста. Я только была рада рассказать о своем ребенке. Да, и мой визит, прежде всего, в целях профилактики сиротства в отношении таких детей, чтобы люди не отказывались, чтобы люди дали шанс своему ребенку. И дети развиваются, дети растут и вырастают. И они самые добрые, на самом деле. Я Свете желаю больших успехов. Скажи спасибо. Да, спасибо. Чтобы школа тебя радовала. Хорошо. И вам, чтобы школа радовала. Спасибо большое. Мы готовимся, волнуемся. Ну, время идет, поэтому очередной этап развития у нас переходит в школу, будем заниматься. Это была программа «Время говорить». В гостях у нас были мама и дочь Татьяна Исрафилова и Светлана Ряписова. В студии работала Юлия Ракотская. Увидимся на «Восьмом». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры подогнал «Симон»